Тысячи военнослужащих из Северной Кореи перебросили на территорию России. Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных. Во Владивостоке уже развернут спецназ численностью 1500 солдат. Разведка Южной Кореи следит за всем. Наша разведка тоже все знает. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. В Телеграм. Пьяньян передал России отряд сил спецопераций. Обычно бойцы таких подразделений занимаются разведкой и проверкой оборонных возможностей Южной Кореи. Какую роль они будут выполнять на войне Российской Федерации против Украины, которая не похожа на традиционную арену для тайных миссий, пока неизвестно, пишет The Telegraph. Силы специальных операций Северной Кореи являются одними из самых секретных подразделений такого рода в мире и загадкой для западных государств. Они выглядят лояльными и хорошо обученными, но не имеют передового военного оборудования. Из публикации The Telegraph. Северокорейским солдатам выдают военную форму вооруженных сил России и оружие российского производства, а также поддельные удостоверения жителей Якутии и Бурятии, чтобы скрыть их происхождение, утверждают в Сеуле. Более того, российские военные подготовили анкеты на корейском языке, чтобы облегчить процесс их экипировки. Присутствие солдат из Северной Кореи на линии фронта пока официально не подтверждено, но их могут перебросить туда уже до конца года. Возможное участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины – это опасная эскалация, заявил президент парламентской ассамблеи НАТО. По его словам, то, что Северная Корея поставляет федерации ракеты и снаряды, а теперь военных, говорит о слабости России. С точки зрения Украины и НАТО это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе, для боевых действий в Украине? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал исчерпан? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это уже приближается к потерям во Второй мировой войне на начальных этапах операции «Барбаросса». Северокорейских военных в рядах российской армии нельзя считать ни наемниками, ни добровольцами. Ведь речь идет о подразделениях регулярной армии КНДР. Лучшим ответом на действия Пхеньяна украинский МИД считает полную поддержку союзниками предложенного Киевом плана победы Украины. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу вместе с Россией и действовать без промедления. Россия расширяет масштабы своей войны. В ответ союзники должны увеличить военную поддержку Украины, снять ограничения на дальние удары, начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной, предоставить приглашение в НАТО, увеличить инвестиции и производство вооружений в Украине. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Южная Корея с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляет Киеву гуманитарную и финансовую помощь. Страна присоединилась к западным санкциям и ввела экспортные ограничения в отношении России. Но, будучи одним из крупнейших экспортеров вооружений в мире, Сеул не решается на прямые поставки оружия и техники Киеву. В сложившейся ситуации Украине стоит активнее развивать отношения с Южной Кореей, считают политологи. Как пишет издание «Дефенс Экспресс», вооруженным силам Украины, чтобы уничтожать северокорейский контингент в России, были бы полезны ракеты КТССМ-2. Это южнокорейский аналог АТАКМС. Баллистические ракеты семейства Хьян-Му-2, а также ракеты наземного базирования Хьян-Му-3. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.